Указ Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограничений по спецпереселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны. Учитывая, что существующие ограничения в правовом положении находятся на спецпоселении чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны Северного Кавказа, в дальнейшем не вызываются необходимостью Президиума Верховного Совета СССР, постановляет снять с учета спецпоселений и освободить из-под административного надзора органов Министерства внутренних дел СССР, чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, в выселенных на спецпоселения в период Великой Отечественной войны. Установит, что снятие ограничения по спецпоселению с лиц, перечисленных в статье первой настоящего указа, не влечет за собой возвращение им имущества, конфиксированного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены. Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов, Москва-Кремль, 16 июля 1956 года. А куда они должны были возвращаться, если в своей отчаге не возвращались дома, хоть и развалины? Мы возвращались на свою землю. А, чтобы они не требовали своей... Назови хотя бы одну семью, которые приехали и поселились в свой дом. Есть такая семья? Нету, нету, конечно же. Потому что все при переселении в первую очередь подписывались под таким справкой документом. Даже свой дом покупали? Каждая семья подписывалась под такой документ. Ужас какой. Свои дома выкупали? Выкупали. Аллах, Аллах. Да. Даже у грузинов выкупали. Сколько горя. И у грузин, и у осетин, и у черкесов, кто и у русских. Можно так же никому из них, ни поголовье скота, ни имущество, то, что оставлено в доме, ни дома, ничего не были возвращены. Короче, мы из пепла возродились вновь. Карачаевцы, ингуши, чеченцы, балкарцы. Балкарцы, калмыки, ненцы, казаки. Все переселенцы, они все имели одинаковый уровень на Казани. Ужас. Балкарцы, калмыки, калмыки, калмыки.